Доброе утро. Ну вот и что. Вчера мне сказали приехать сюда к 8. Я приехала, время было 10 минут 9. Сидит на рецептшине уже другая девушка и говорит, погуляйте полтора часа, придет второй врач, и тогда прием будет вестись быстрее. Сейчас уже много. Я пока стояла, ждала, посчитала, где-то человек 14 уже сидело. Я вообще попаду к врачу или нет в ближайшее время. Решила не ждать, потому что полтора часа это тоже время. Я понимаю, что я на больничном, но где гарантия того, что я приду через полтора часа, и здесь не будет народу еще больше. Я зашла в интернет, посмотрела еще где-то поблизости здесь. Ухо, горло, нос врач позвонила туда. Они сказали, время ожидания от двух до трех часов. Приезжайте. Ну, то есть без термина, в очереди нужно просидеть 2-3 часа, чтобы попасть к врачу. Решила поехать в другой траксис. Я уже очень давно приехала домой. Мои мытарства с ухо-горло-носом закончились. Нужно было отсидеть в очереди почти 3 часа, для того, чтобы мне подтвердили тот же самый диагноз и сказали больше пить кислой жидкости. Есть лимон, сосать лимон, лимонные конфеты, лимонные жвачки, то есть чтобы кислая среда вызывала обильное слюноотделение. Камешек этот, который забил этот слюнный канал, вытащить она, сказала, она не имеет возможности, пока не пройдет воспаление. Они его просто не увидят. А для того, чтобы оно прошло, нужно, чтобы хотя бы как-то это воспаление снялось. Предложила дальше пить ибупрофен, сказала, ни в коем случае нельзя греть. Правильно, что охлаждало в самом начале, когда это опухало и горело. Но любая попытка, даже вот этого лимона, который я сейчас пью, у меня уже ужасная изжога от него. Я потом, наверное, долго не смогу смотреть на лимоны. Но лишь бы прошло. И каждая попытка что-то покушать, это рефлекс, да, слюноотделение, сделает не только рот влажным, но и, как бы, да, пищу смягчает. В общем, вызывает еще сильнее опухоль. Она мне показала, как делать массаж. То есть вот эту шишку, это мышца, естественно, да, и она опухает. Вот нужно вот так по челюсти это все прям с силой раздавливать и расталкивать. Короче, там вот эту застоявшуюся жидкость по-другому, сказала, не получится. Да, говорит, больно, но помощь вам, ибупрофен. Вот такие вот дела. Туда лучше не попадать. Я уже читала ваши комментарии, которые вы мне пишете под предыдущим видео. Рассказываете истории, которые с вами были, с вашими родными или там знакомыми. И у меня тоже такая была история. Одна из. Уже очень давно это было. У меня была невматочная беременность. Я не знала о том, что я забеременела, потому что с этим были сложности. И вот это было воскресенье. Я собиралась. В понедельник, естественно, мне на работу было. Я принимала душ и почувствовала ужасную боль. Вот просто пронзительную, неимоверную. Я еле оттуда выползла. Я стояла на коленках возле кровати, согнувшись к ораликам, когда приехала скорая помощь. И первое, что они спрашивают, это, то есть нужно назвать оценку, да, по вот этой вот шкале боли, насколько вам больно. Сережа говорит, цейн, ну, 10. Он говорит, что когда 10, тогда уже мертвый. Ну, типа, в тот момент нужно было сказать, что когда мертвый, тогда уже ничего не болит. Но это вот всегда они задают эти вопросы. В общем, увезли у меня на скорой в больницу. Это было где-то в 12-й час ночи. У меня взяли анализ крови. Где-то в часа 2, наверное, ночи сделали рентген желудка. Ужасно болела. Я там валялась на этой кушетке, в 3 погибели, согнувшись. Ничего не давали, не пить, естественно, не обезболивающих. Они не знали, что это. Пол пятого утра пришла врач и предложила сделать тест на беременность. Для этого нужно сдать анализ мочи. Я это сделала. Я помню, как это больно. Вот когда темно в глазах, ты ползешь по стеночке в туалет. Это, да. Лучше не вспоминать об этом. Но это было. Через час не только сообщили о том, что я беременна, но с моей беременностью что-то не то. И вторую новость, которую мне сообщают, у них нет гинекологии, это Омфольк Ренкенхаус. Это было, наверное, лет 7 тому назад. Не помню точно. Правда не помню. Наверное, 7 лет. Или 8. Ну, где-то так. Она сообщает о том, что у них нет гинекологии, у них нет гинеколога, и меня транспортируют в другую больницу, в другой район. В 7 часов утра привозят тебя в другую больницу и снова начинают обследование, делают УЗИ и все остальное. И там уже даже не разговаривали, ничего, сказали. Срочная операция, ждать уже нет времени. В 9 часов утра я уже была в операционной. Прооперировали проколами, то есть, да, 4 или 5 проколов делали в брюшной полости. Я проводила медицину в Германии. Лучше туда не попадать, не болеть, потому что никогда не знаешь, насколько тебе повезет с врачом. У нас вот всегда так шумно, детки. Говорят, что в Германии хорошие диагносты. Но врач, у которой я сегодня была, рассказывала мне истории. Ну, пока она там рассказывала, что мне нужно делать. И она говорит, что начала все к этому случаю вспоминать, что бывает. Она говорит, иногда путают с опухолью от зубной боли. Люди, говорят, приходили ко мне уже с вырубанным зубом, допустим, да, а опухоль оставалась и не знали, почему. Я опять же сижу сама себе думаю, но сначала же нужно сделать снимок, чтобы увидеть, даже если целые зубы где-то что-то под корнем, да, или в корне начинается. Как можно вырвать зуб? Короче, непонятно. Потом она рассказывала, что некоторые дотягивали до такой степени, что у них просто бордового цвета становилось лицо, то есть там опухоль, чуть ли не ухо заплывало, да. То есть человек пытается кушать, человек пьет, а выхода вот этой слюны в полусерта нет. Я тоже не понимаю, как можно терпеть эту волю, это же так больно. Либо это такой страх перед врачами, либо, я не знаю. Но еще раз повторюсь, я буду говорить тысячу раз, лучше туда не попадать, лучше не болеть, потому что медицина сейчас, я не знаю, на что она направлена, но явно не на то, чтобы помочь нам выздоравливать, им, наверное, выгоднее, чтобы мы болели. Тогда у них будет работа, и тогда будут работать все вот эти фармацевтические компании. Опять же, в Германии очень тяжело добиться вообще каких-то медикаментов, потому что лечат всегда только ибупрофеном все и вся. Естественно, я его больше пить не собираюсь, потому что, ну, да, ну, две-три таблетки, четыре, да, от силы, но не больше, потому что никакой пользы он явно не принесет, вернее, принесет, он обезболит, но при этом он еще больше наносит вред организму. Это понятно. Буду лечиться лимоном. Я сказала только тогда, когда я почувствую, что опухоль, естественно, совсем спала, я должна снова прийти, и тогда она будет пробовать вытаскивать этот камешек. Такие вот дела. Будьте здоровы, девочки, не болейте. Это самое-самое главное. Поэтому я говорю, что я готова есть все витамины, которые только можно придумать. Не знаю, может травку какую-то пожевать, лишь бы только не попадать вот к ним. Вот сейчас ужасно болит спина, да и мое моральное состояние оставляет желать лучшего, можно так сказать. И я понимаю, что мне нужно идти к врачу, а я тяну, я тяну, тяну, тяну. Пытаюсь, естественно, делаю какие-то там зарядки для спины, но ничего не помогает. Во всяком случае, легче не становится. Нужно идти к врачу. Как-то так. Скоро день рождения, а настроения вообще ноль. Когда еще вот эти болячки все в кучу, не знаешь, вот к чему радоваться, да. Я понимаю, что есть люди, которым еще намного тяжелее с их болезнями. Это ужасно, это ужасно болеть. А еще, знаете, вот сегодня была в другом праксисе, там тоже, там вообще небольшой праксис. Всего один врач, где я вперед была, там должно принимать 4 врача. Я принимала только 2, по сути, и 2 в отпуске. Но вот в этом праксисе, где была сегодня я, там тоже столько народу было. Но я не знаю, человек 20, да. Я посчитала стулья, там было 12 стульев. И еще плюс стояли. Открыто окно, но на улице солнышко пригревает. Как раз солнечная сторона, было открыто окно, но духота ужасная. И кондиционер есть, но он не включен. Ни вентилятора, ничего. И там сидели 2 пожилые бабушки, которым видно, явно видно было, что им плохо от духоты. А кого это интересует? Знаете, мне нужно идти на кухню. Я все-таки хочу что-нибудь сделать вкусненькое. На день рождения, может быть, кто-то придет меня поздравлять. Ничего такого не буду. Хочу сделать песочные корзиночки. Это вот единственное, что я хочу постряпать. И сделаю такой десерт, холодный десерт. Рецептик, наверное, вам нужно будет показать, потому что это легко и просто, но при этом очень вкусно. Без всяких там заморочек. В общем, девочки, смотрите, что я тут наделала. Тесто я сделала в термомиксе. Если удачно получится, рецепт оставлю в описании на корзиночке. У меня два набора силиконовых форм. Одни, которые я буквально недавно купила, я вам показывала, делала заказ в ДМ. Здесь вот такие. Они называются два в одном. Сейчас покажу коробочку. Вот так называются эти формочки. Здесь такая юбочка. Ее можно согнуть напополам и делать вот такие корзиночки. Они получаются небольшие. И маленький секретик. Когда тесто в формочку опускаешь, и потом формочки в холодильник. И тогда они получаются более рассыпчатые. Духовка уже разогрелась. Я надеюсь, что все получится. Сто лет я не выпекала корзиночки. Сейчас быстренько наколы сделаю. И в духовку на 12 минут. У меня очень тонкое тесто. Сама за себя буду держать кулачки. Я боюсь этой выпечки. Просто печеньки. Просто печеньки это да. А здесь же еще корзиночки. А потом же еще и крем. Это для меня прям целое испытание. Посмотрю, что из этого получится. А вот эти силиконовые формочки. Ну, мои обыкновенные. У меня будут вот такие маленькие корзинки. Отправляю в духовку. На 12 минут духовка разогревается на 190 градусов. Прошло ровно 12 минут. Торталеточки. Здесь я уже начала вынимать. Из силиконовых форм вынимаются очень-очень легко. Они у меня получились мини-мини-мини. Они очень-очень удобно делать такие закусочные из соленого песочного теста. Они остынут. Я их оставлю в покое. Потом уберу их в дозу. А уже в четверг утром сделаю начинку.